Пришло время представить нашу сегодняшнюю гостью. Это замечательная актриса и певица Анна Хитрик. Анна Сергеевна Хитрик, белорусская актриса и певица, родилась в городе Челябинске в 1980 году. Еще студенткой была приглашена в театр имени Янки Купалы, где и работает до сих пор. Солистка музыкальной группы «Сундук». Замужем, воспитывает ребенка. Ань, доброе утро. Доброе утро. Если мне не изменяет память, последний раз ты у нас была где-то два года назад. Знаем, что в твоей жизни все очень быстросечно, очень много всего. Расскажи, что изменилось? Дети, работа, роли. Мне изменяет память, я не помню, что было два года. Так, что изменилось? Дети один по-прежнему. По-прежнему. Один деть, но подрос. Но подрос, смотри, семь уже, он большой. Работаю все по-прежнему в театре. Вот новая роль скоро будет. И, оказывается, чайка. Чайка. Вот такая вот неназаречная у нас. Вот, с группой пишем белорусскоязычный наш первый альбом. Делаем DVD из Купаловского театра. У нас был такой концерт и спектакль. Спектакль-концерт. Да, вот расскажу. У тебя был сольный концерт, но при этом в театре, да? Да. Театрализованный концерт. Как это, что это? И, по-моему, тебе даже удалось его заполучить при помощи какой-то лжи. Для тебя, да? Ну, такая была по благу. Это был не первый концерт в театре, но это был первый концерт, который я назвала спектаклем в большей степени. У меня была давно мечта сделать что-то самой такое, срежиссировать, чтобы из-под стены появиться, чтобы на качелях покататься, чтобы солнце и луна. Да, в общем, вот, все на свете. Однажды в Польше на проекте хорошем я познакомилась с Настей Шестак, нашей белорусской девочкой замечательной, на художник по песку, пескограф. Вот, я увидела ее работы и была, ну, честно говоря, удивлена, потому что я думала, что наши все художники, именно, которые работают с песком, они такие уже, ну, припопсованные. То есть, ну, I love you, Леша плюс Аня, кораблик полетел. Да, 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 мы рискучим платье, непонятно, на что смотреть на платье или на песок. Вот, я увидела Настю и поняла, что она настолько глубоко, настолько по-своему мыслит. Ну, и я так, ну, может быть, когда-нибудь поработаем, что-нибудь, да? Она говорит, да, да, текаво-тикаво. Она такая белорусская, мовная, такая правильная, красивая девочка. И когда я созрела, я пришла, значит, к художественному руководителю и сказала, все, у меня все есть, у меня есть программа, у меня есть художник. Ничего не было, ни программы. Настяна, я сказала, ну, это же так, да-да, когда-нибудь, мы же седуем к другу когда-нибудь, да-да. Вот, все, есть, все, есть концепция, я вам все потом расскажу, только дайте число. Ну, если что, все, я хитрик, ладно, я тебе доверяю, иди к директору. Прихожу к директору, он, иди к худруку, я, он все одобрил, я ему все рассказала. Он говорит, ну, если ты ему все рассказала, он же худрук, ну, давай. Ну, мы решили, значит, мне дают друг дату, я думала, что все будет сложно, я думала, мне скажут, нет-нет, хитрик, нам надо подумать, опиши все, пиши какой-нибудь там пресс-релиз, а тут да, там, и дата такого-то, такого-то числа. Я, потому что домой я плакала, потому что я говорю, что мне делать, у меня ничего нету. Ну, я засела на телефон, в общем, ночами, ну, правда, когда вот просыпаешься, как-то в дурном состоянии, говорит, у меня песен, у меня песен, боженька, боженька, дай, 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 боженька смеялся надо мной, ну, что-то там дал пару песенок, вот, и опять же, какой-то там благотворительной акции, там, вечно влезу куда-нибудь, я пришла в замечательную эту лавку книжную, и увидела просто обложку книжки, там была ржеволосая девочка, и ее с головы росли деревья, и я подумала, как интересно, когда-то я сказала, что вот, почему я так, у меня все время говорят, хитрик, а что это за прическа такая, ну, сейчас-то еще, так, лайтовый вариант, я же люблю, когда антенки, я говорю, что, ну, вот, вообще, у меня мечта была с детства, чтобы у меня с головы куст рос, вот так прям, рыжий такой, пушистый, но она же все растет сюда, неправильно? Я увидела, и говорю, ой, как интересно, вот, картинка, прям, вот, моя мечта, и название, календре вырастут за головы, и, ну, все, я поняла, что это мой человек, не успевала ни прочесть ни одного стихотворения, ничего, просто купила ее, и уже ночью, когда уложила сына, читала, и была в восторге, я поняла, что я должна найти эту девочку, попросить у нее стихи, и совершенно не знала, как делать, звонила в издательство, как маньяк, мне нужна Кася Глуховская, а кто вы? Я, ну, как вам объяснить, актриса, вообще-то я пою, ну, это не важно, мне очень нужна эта девочка, в общем, а я еще такой интернетчик очень-очень слабенький с компьютером, я на вы, ну, в общем, как-то кто-то вот так вот мне нашел Касю, в общем, какие-то так добрые человека, вы знаете, там, семь знакомств, восемь друзей и так далее, нашли, и оказалось, что это Кася, прекрасная девочка, слушала дети и детей в свое время, и она, я пыталась объяснить, кто я вообще, вот, она писала, перестаньте, я вас знаю, берите все, что вы хотите. Ну, а нехитрик определилась, она актриса или певица, и до сих пор нет. А, а нехитрик, нет, я не определюсь, я надеюсь. Но все-таки, чего сейчас больше в той жизни, театра или песни? Ну, наверное, живу я, скорее, вообще живу я своим еще сыном, вот, а так... Ты живет за кулисами или? Нет, сын за кулисами и не был, я очень... Ну, я хочу, чтобы у него было детство. Я сама была маленькая, очень много времени проводила за кулисами, не хочу я так, чтобы было своим сыном. Нет, ну, мы его не берем в театр, потому что, кроме красивой картинки, еще есть сквозняки, курение артистов, нервы, мамы и так далее. Мат, это самое последнее, да, что есть в театре. Вот. Нет, я хотела бы, чтобы у Степки было хорошее такое веселое детство. И, наверное, ну, конечно, так вот в жизни я не хожу и не думаю о роли. Я придумываю песни или не придумываю песни. Но когда я прихожу в театр, мне по-прежнему интересно, и меня по-прежнему греет. А песни все-таки русский или белорусский язык? Сейчас такой тренд все-таки белорусскоязычный. Да, именно поэтому я сразу сказала, что, ребята, белорусский диск будем писать только когда мы созреем, а не потому что это модно. Да, была и сейчас еще модная струя, как бы. Но в прошлом году, вот если бы мы выпустили белорусскоязычный альбом, это было бы вот туда, прям вот туда. И спонсоров можно было быстренько так найти. И так вот все вот это. Та-та-та-тан. Ну, мне не хотелось. Я вообще не люблю моду, как какой-то глобальный идиотизм народа. Неважно, идет мне или не идет, вот это модно. Мне кажется, надо песню. Вот я не очень понимаю, как написать песню на языке, на котором ты не думаешь. Да, вот я, например, думаю на русском, на английском, мне сложно понять, как это, да, на белорусском. Они пишут у меня только благодаря театру. Вот опять же, как я могу выбрать. Так бы, я уверена, я не написала бы ни одной песни. Бывает, просто сидишь на репетиции, и там ты живешь по-белорусски, потому что тебе же нужно говорить, и партнеры твои говорят. И хочешь, не хочешь, ты как бы даже немножко переходишь на язык. Ну, переключаешься, да, конечно. Наверное, через час уже и думать начинаешь. Режиссер, актер, саму пьесу, ты вчитываешься в нее, и вдруг тебя цепляет какое-то слово или интонация твоего партнера. И тогда вдруг она вот так раз-раз, и мелодика какая-то пошла. Я уверена, что это все благодаря театру. Ну, или вот найдешь такую Кассию Глуховскую, которая дралась головой, и тогда сразу рождается. Я ее стихотворение одно читала, и почему бы поняла, что она моя. Читаю, я музыку слышу сразу. Вот я читала и пела одновременно. Такое редко бывает со мной. Сейчас мы посмотрим сюжет об увлечении, которое, наверное, коснулось многих. Йога, да, вот что помогает тебе оставаться в форме или в театре фитнес уже не нужен? Мне есть. Мне помогает только. Мне есть, да? Мне есть, закрыть рот. Ну, когда много спектаклей, то это такой фитнес-съем, скажу. Особенно, когда ты приходишь в больная, и в, допустим, спектакль «Кабаре». У меня там пять разных, четыре или пять разных образов. То есть ты выходишь, какие-то через салон. Ну, это сам один достаточно такой эротичный образ. Там спел, бля, боже, Наташа. Ну, я очень комплексовала даже, готовясь к этому спектаклю. Потому что я, я в каких-то чулочках, в каких-то консетах, я раздеваюсь. Ну, ничего, когда ты один раз сыграешь и увидишь реакцию в зале, думаешь, а, ну, нормально. Это же не я. А со стороны не смотришь потом на какие-то фотографии? Ну, мне, конечно, да. Не думаешь, ой, надо тут, нет, тут, тут, тут что-то подтянуть, тут втянуть, тут спинку распрямить. Понимаете, мне как повезло. Вот я вот несознательно придумала, наверное, себе какой-то образовок. А может быть, ну, мне комфортно жить именно так. Я не живу красивой, ну, можно сказать, чуть-чуть гламурной жизнью. Я не парюсь каким-нибудь прыщом, простите меня все. И, не знаю, там, потолстела я чуть-чуть или похудела я чуть-чуть. Я говорю, о, потолстела. Надо пойти купить широкие джинсы. Ну, потолстела, это же надо. Ну, если вот у меня не застегнется корсет, тогда меня просто поругают и скажут, хитрик, что за ты, что за ты, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я говорю, ну ладно, ладно. И тогда мне помогают закрыть рот и не есть по вечерам. Вот. И все. Ну, я, конечно, очень хочу пойти на какой-нибудь куда-нибудь, но хочу уже лет пять. Поэтому я думаю, что я продолжу хотеть.